Раздевалка рассчитана на 250 человек, но в данный момент у нас, естественно, в школе обучается 440 человек. Маленькая раздевалка, один коридор, несколько кабинетов. В тесноте да не в обиде, так в Боровихе учились всегда. Здание 1939 года постройки стало трещать по швам уже в веке прошлым. Было 3 десятых, 3 девятых, 4 восьмых, 7-е тоже нужно было делить, но их по 40 с лишним человек, но уже места не было. Терпели, что обещали будут строить новую школу. Обещать начали с 1974 года. Устав ждать, Петр Павлович сам пристроил в школе спортзал, он же стал актовым. С тех пор ничего не изменилось. По словам учителей, если и новая школа план максимум, то минимум – это ремонт существующий. Замены требуют пол, крыша, окна и отделка стены. Артём, что бы ты хотел? Я бы хотела, чтобы были коридоры побольше и была очень хорошая раскатутка. Чуть ли не в половину разгружает здание вот эта школа. Скоро отметят вековой юбилей. Сколько раз её расширяли, можно посчитать порубцам на стенах. Учится здесь 200 человек. Учителей смущают условия обучения, а родителей – последствия тесноты. У меня старший ребёнок в пятом классе. Она уже немножко снизила. Она была отличницей четыре года. Отвлекаться приходится часто. В 2012 году проект новой школы в Боровихе вошёл в губернаторскую программу «80 на 80». Место по стройку есть. Три гектара, выделенных ещё в 90-х. Тогда по периметру даже успели залить фундамент. Недавно стал известен подрядчик строительства. Дело за деньгами. Изначально где-то там под 300 миллионов рассматривалось. Но сейчас индексацию надо проводить. Это был 2012 год. И какая тут цена получится. И дай бог, чтобы ещё деньги дали. На это и всё получилось. Получится ли в этом году? Лишь один из вопросов. Другой – войдут ли в новую школу все ученики. По плану 2012 года она рассчитана на 625 мест. А уже сейчас детей в посёлке гораздо больше. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Можешь с места.